Построение проповеди и ее структура Это тоже тема такая практическая Вы по ней будете выполнять задания на закреплении материала Существует такой классический подход к построению проповеди Проповедь состоит из трех частей Первая часть – вступление Вторая – основная часть И заключение Проповедь должна представлять собой целостное произведение Начало она должна иметь и окончание Когда мы слышим проповеди, которые произносятся с наших церковных кафедр Не всегда можно почувствовать вот эту структуру Материал не всегда расположен вот в таком порядке Вступление – главная часть, заключение Иногда просто трудно понять, откуда начинает проповедник И трудно понять, чем он заканчивает Где начало и где конец этой проповеди Трудно уловить И содержание тоже такое довольно-таки аморфное Расплывчатое Но обычно считают, что вступление должно занимать 10-15% материала Вступление и заключение Они должны быть примерно равны по объему Тоже 10-15% Ну а основной массив, основной объем приходится на главную часть На основную часть 70-80% примерно 70-80% Начнем с вступления Вступительная часть Введение к проповеди Вступление можно сравнить С запуском сигнальной ракеты Ночью Перед боем Перед выступлением Обычно запускают ракету сигнальную Для того, чтобы привлечь внимание Можно сравнить с трубой Вступление к проповеди Оно должно быть похожим Или на сигнальную ракету Или на трубу Которую к чему-то призывает, настраивает на что-то А Спеджин Еще одно сравнение Приводил по поводу Вступления Что, мол, начало проповеди Должна быть, как волна прибоя Я со своим другом Как-то гулял По морскому берегу Мы шли, так спокойно беседовали Тут Слышали мы Мерное Дыхание Волн набегающих И вдруг Одна волна Неожиданно Как Обдала нас Своими брызгами Мы сразу Стрепенулись Отскочили в сторону Даже И я понял Я подумал Вот Какой должна быть Наша проповедь Особенно Начало проповеди Вступление Эффект внезапности Эффект неожиданности Удар волны Потрясения Все вот эти сравнения Они настраивают нас на то Что Вступление как раз Должно быть таким Сигналом Знаком Внимание Вступление не должно быть Слишком продолжительным Не должно быть Слишком продолжительным 10-15% От всего объема У Сперджин Есть хорошее сравнение По этому поводу Он говорит Вот Некоторые проповедники Делают очень длинном Вступление Это все равно Что Гости собрались Сели за стол А хозяйка Начинает накрывать стол И так Долго-долго Накрывает Что уже аппетит Пропадает У гостей Готовится Накрывает Все расселись Ждут Процесс накрытия Слишком длительный И все уже Расслабились И аппетит Пропал К еде Не надо Слишком долго Накрывать Стол Не делать Продолжительное Вступление Что конкретно Может быть Во вступлении Какой материал Может быть Какая-то Цитата Сильная Или Из Библии Проделенно Краткая Проделенно Конечная Цитата Или Изречение Богослова Проповедника Известного Или Писателя Пусть даже Светского Но Который Изрек Какую-то Мудрую Мысль Родственную Библейском Повествованию Библейском Рассказу Сильная Цитата Во вступлении Может быть Краткая История Краткая История Взята Из жизни Из Литературы Некоторые Проповедники Делают Вначале Во вступлении Такой Реверанс Извиняются Просит Прощения Просит Извинения Ну Братья Сестры Вот Вы знаете Что я человек Немощный И вот Хочу Своими Немощными Устами Что-то Прочитать Из Священного Писания Вы уж Меня Извините Немощный Я Слабый Человек Что вот Господь Сейчас Положит Мне на Сердце То я И скажу Моими Немощными Устами Нежелательно Делать Такие Вступления Потому что Если человек Так сказал Попросил Извинения Значит Слушатели Уже Чувствуют Что он Не трудился Не готовился Усердие Не проявлял К тому Чтобы Сказать Слово Сильное Назидательное Вот Такой Настрой Возникает У Слушателей Если Следует Такое Извинение С одной Стороны Вроде бы И смиренным Себя Брат Показывает Но В данном Случае Это Смирение Не совсем Подходящее Перед Началом Проповеди Некоторые Проповедники Особенно Иностранцы В Уступлении Приводят Какой-то Юмористический Слишком Рассказ Слишком Смешной Вызывает Смех У Слушателей Что это Тоже Действует Расслабляюще Если Все Засмеялись И Тем самым Слишком Расслабились Уже Нет Такой Концентрации Внимания Нет Настроя Нет Готовности Чтобы Слушать Назидание Увещание Обличение Такими Вот Вещами Вступлениями Грешат Обычно Харизматические Проповедники Проповедники Харизматических Церквей Что они Любят Приводить В проповеди Большую дозу Юмора Юмор Нельзя Совсем Отрицать Но он Должен быть В разумных Дозах В минимальных Дозах Для некоторого Отдыха Для некоторого Расслабления Вот как-то Мне пришлось Слушать В аудиозаписи Проповедь Алексея Ледяева Вступление Было Очень-очень Длинное По времени Оно заняло Где-то Минут 15-20 Одно Только Вступление К проповеди Вот здесь Уже Просчет Отступления От классических Подходов К проповеди Все Вступление Было Наполнено Юмором Вызывал Смех В зале Сплошной Смех И создавалось Впечатление Что на сцену На кафедру Вышел Актер Типа Задорного Петросяна Шифрина Да Петросяна Ледяев Проводил То что Называют Разогрев Публики Разогревал Разогревал Минут 15-20 И потом Только началась Собственно Проповедь Потом он Прочитал Текст Из священного Писания Стал Проповедовать Это Крайность Конечно Крайность Нежелательно Такие методы Применять Такие приемы Использовать Какие у вас Есть Суждения Дополнения По поводу Вступления Что бы вы могли Сказать Из вашего Личного Опыта Какие советы Какие рекомендации Что самое главное Сказано Что я Привлечь внимание Самая главная цель Вступления Так оно и должно быть Некоторые проповедники Как вы знаете Совершают молитву Перед началом проповеди Слышали Вы такие проповеди Когда вначале молитву Совершает Проповедник Потом Начинает проповедь Вот для меня Лично Вот история И жизни Хоть конечно Опыт это не особо Там Десять лет я верующий Но Как-то они более Когда сам пережил Что-то И рассказываешь Уже как-то более Ну и понятнее Может быть Скорее сердце Коснется других Вот у меня лично Так вот Ну с литературой Сложнее намного Взять историю Чью-то там Рассказать Больше стараюсь Я от своего Может быть Это даже Наилучший вариант Взять какой-то Эпизод из жизни Случай из жизни Ситуация По-разному По-разному Это будет элемент Личного свидетельства Он может быть И в основной части проповеди Элемент личного свидетельства Может быть И во вступлении Непосредственно Во вступительной части Тоже Ну и еще В вступлении Иногда Бывает Что Хорошо Тоже говорить Истории Которые Интересны всем Ну новости Какие-то Ну там Футбольная команда Выиграла Там Наша сборная Да И вот Ну если это Можно конечно С проповедью связать Всем это интересно Все там переживают Там У меня один раз Так Хороший пример Всем понравилось Вот В вступлении И вот Как бы Это всем интересно И все как бы Сразу внимание Проповеди Хорошо Вот из жизни Такие моменты Да Может быть Какое-то Текущее событие В церкви Его тоже Можно использовать В вступлении К проповеди То Что Видели и слышали Все Члены церкви Все присутствующие На собрании Это конечно Нужно Говорить Все таки Учитывать Это Ну Контитент Ну Слушатели Если сидят Старые люди Бабульки Им о футболе Говорить Она будет на тебя Смотреть Скажет Милый Откуда ты вылез Да А вот именно Надо вот Знать Кому И чё Говорить И о чём Говорить Обязательно Учитывать Аудиторию Да Сейчас мы с вами Перейдём К главной части Проповеди Главная часть Проповеди И её Содержание Самое основное Требование К содержанию Проповеди К содержанию Библейской проповеди Проповедь Должна Вытекать Из Текста Вот это надо Себе Крепко Накрепко Зарубить На носу Как говорят Потому что В этом отношении Много-много Всегда Ошибок Совершается И самые-самые Распространённые Недостатки Прочитал Проповедник Текст И как Спержин говорит Тут же надел Шляпу После прочтения Текста Надел Шляпу То есть Распрощался С данным Текстом Читает Текст На одну Тему После прочтения Начинает Говорить Совсем На другую И тогда Вопрос Возникает А зачем Текст данный Был прочитан Для чего Получается Что просто Для проформы Потому что Так положено Принято У нас Традиция Наша Такая Евангельская Баптистская Обязательно Надо прочитать Текст А потом Только проповедовать И вот Любой текст Прочитывает Наугад Взятый А говорит То, что Накипело У него За последнее время А зачем Что-то Текст Озвучен Для какой Целит Это уже Сразу Воспринимается Как факт Неряшливости Небрежного Отношения К проповеди К тексту Потому что Исходный Выходить Выходить И стоять Четко На полосе И потом Сильный Толчок Пошел Уже По Дистанции По Избранному Маршруту Стартовая Линия Должна быть Хорошо Четко Видна Это наш Текст Старт Исходный Текст Мы его Называем В нем Тема Наша От него Отходить Никак Нельзя Второе Проповедь Должна быть Христоцентрично И Христологично Наша проповедь Должна быть Христоцентрично И Христологично Христология Есть Такой Раздел В систематическом Богословии Учение О Личности Христа О Его Крестных Муках Искупительных О Его Воплощении Чудесном О Его Смерти Ради Нашего Спасения Есть Такой Совет Очень Мудрый Хороший Какой бы Текст Из Библии Мы не брали Желательно От этого Стиха От этого Текста Искать Тропинку Дорожку Ко Христу Даже Даже если Это Ветхий Завет Даже Если Это Притч Соломона Положим Или Книга Царств История Какая-либо Рассказывается Или Книга Бытие От каждого Стиха Прокладывать Тропиночку Ко Христу Есть такая поговорка Есть такое Присловие Древнее Все дороги Ведут В Рим Все дороги Ведут В Рим И все Книги Библейские Рассказы Эпизоды Символы Стихи Тоже Ведут К Христу Мы говорим Что центральная Личность Библии Это Христос Образ Христа Что мы Должны Учиться Видеть Христа Во всей Библии И искать Линии Тропинки Дорожки К тому Чтобы Показать Его Образ Проповедь Должна Прославлять Крест Христов Колгофа Крест Искупительная Смерть Спасение Во Христе Вот Главный Элемент Евангельской Проповеди В Евангельской Проповеди Желательно Избегать Следующих Вещей Избегать Философии Здесь Можно Сделать Некоторые Уточнения Что Подразумевается Под Философией Мы Не Упраздняем Философии Как Науку Но Надо Учитывать Что Существовали Существует Много Разных Философских Школ Философских Направлений Помните У апостола Павла Есть Послание К Колоссянам Он Прям Делает Такой Призыв Берегитесь Братья Чтобы Кто Не Увлек Вас Чем Философией Или Пустым Обольщением По Стихиям Мира А Не По Христу Некоторые наши Братья Основываясь На этом Стихе Говорят Никаких Философских Книг Не Читайте Никаких Философских Трактатов Не Читайте Не Знакомьтесь С ними Библия Запрещает Нам Читать Философские Книги Это Заявление Конечно Слишком Категоричное Почему Потому что Апостол Павел Имел ввиду Конкретную Философию Конкретное Философское Направление Он Выступал Против той Философии Которая Как он Объясняет Гордится Своим Умом Философия Которая Призывает К Крайнему Аскетизму К тому Смирение Которая Пача Гордыни Пача Гордости Философия Которая Умоляет Христа Философия Которая Не Прославляет Бога Философия Которая Основана На Идеологии На Мировоззрении Мира Сего Вот Эта Философия Имеет Вредное Влияние На Христианские Умы И Сердца Такую Философию Надо Обходить Если Говорить В целом О Философии То Мы Не Можем Ее Отвергать Почему Потому Что Само Слово Философия Переводится Как Любовь К Мудрости А Разве Христиане Призваны Не Любить Мудрость Мудрость Сходящую Свыше Которая Чиста Мирна Послушлива Полна Милосердия Добрых Плодов Вот Философия С христианским Зарядом С духовным Наполнением Но В то же время Как мы с вами Заметили Есть много Философских Идей Отвлеченных Абстрактных Которые Уводят От Христа Или Даже От Бога Уводят Вот Такие Философские Идеи Нежелательно Вводить В проповедь В содержание Проповеди Один раз Мы попали В церковь Одну Церковь Вроде бы Баптистская Традиционная В Англии В Лондоне Старейшая Баптистская Церковь Ну и как На Западе Это делают Обычно Во дворике У главного Подъезда У главного Входа В церковь Огромный Огромный Щит Рекламный И на нем Тема проповеди Тема Сегодняшней Пастырской проповеди Тема такая Там Была Обозначена Гевангелие В интерпретации Пауля Тиллиха Вот такая тема Проповеди Всеобщее Обозрение Выставлено На рекламном Щите Перед входом В церковь Гевангелие В интерпретации Пауля Тиллиха Уже Вот в самой Формулировке В самом Названии Проповеди Как вы чувствуете Большой Философский Элемент Заложен Не евангельский Не библейский Даже не Не богословский А философский Пауль Тиллих Да Был такой Известный Богослов В Америке Он немец По происхождению Но он Либерал Он больше Философ Чем богослов И Строить Вот на его Философии Проповедь Не совсем Разумно Не совсем Целесообразно Новизна Содержания Мы с вами Об этом уже Упоминали Немножко Содержание Проповеди Не должно быть Слишком Избитым Слишком Хорошо Всем знакомым Дабы не было Того Что называется Приедание Чтобы проповедник Не приедался Проповедь Не приедалась Нужен элемент Новизны Какой-то Содержание В подборе тем В подборе текстов Мы с вами Мы с вами говорили О том Что Личность Христа Бездонна Мудрость Христа Тоже безгранична Библия Это такая Сокровищница Которую Невозможно Исчерпать На протяжении Одной Человеческой Жизни Жизни Земной Нашей Не хватит Чтобы Постичь Познать Все библейские Истины Во всей Их полноте Если мы Проповедуем Библию То Мы никогда Не можем Полностью Исчерпать Исчерпать Ее содержание Ее мудрость Это неисчерпаемый Источник И потому Когда мы Начинаем Впадать В повторы Постоянно Повторяем Одно и то же Это Всевдетельствует О том Что мы Мало трудимся У нас Мало Трудолюбия И тогда У слушателей Возникает Такое Мнение Такое впечатление Ну мы знаем О чем скажет Брат Иван Петрович Знаем О чем он будет Проповедовать Знаем Его любимые Темы Его любимый Конек И бабушки В это время Задремывают И когда Пресвитер Делает замечание Дремлющей бабушке Сестра Что что вот Дремлюшь На собрании А сестра Отвечает Да я же знаю Что Иван Петрович Ереси не скажет Не скажет Иван Петрович Ереси Могу подрывать Могу отдохнуть Я за него Спокойно Не переживаю Ереси Из его уст Никогда Не Изойдет Ереси Не изойдет Но когда Частые повторы Одних и тех же мыслей Одних и тех же тем То Нет движения Нет прогресса Нет духовного развития Потому проповеднику Желательно Вести поиск Творческий поиск И помнить о том Что наши богослужения Евангельские Носят творческий характер То есть в них Всегда что-то есть новое Проповедь Пение Хор Общий пение Большой выбор Для пения Православное богослужение Например Оно Глубокое По содержанию Глубокое Богословие Там Высокая Эстетика Эстетическое Оформление Это плюс Православное Богослужение Но есть и минус Минус в том Что оно Лишено Творческого Начала Составил Литургию Иоанн Златоуст Составил Литургию Григорий Богослов Василий Великий Да И вот уже Сколько столетий Прошло Одно и то же Одно и то же Одно и то же Постоянно Яков Град Господень Глубокое По содержанию Литургия Православное Богослужение Но Это содержание Постоянно Повторяется Повтор 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 И в процессе Богослужения Там Вот эти Молитвословия Молитвы За патриарха За властей Воинство Помолимся Постоянные Повторы Повторы У нас нет Такой практики Нет такой Традиции Наше Богослужение Болитворческий Есть элементы Новизны Разные Подходы И вот этот Вот эту Творческая Направленность Желательно Поддерживать Развивать За счет Обновлений Проповедей Стремиться К новизне К живости К разнообразию Материала Которые мы Преподносим Проповеди Проповедь Не должна быть Слишком перегруженной Не перегружать Проповедь Излишним Материалом Не перегружать Основную часть Большим Материалом Мы Несколько Позже Тогда С вами Для примера Рассмотрим План построения Проповеди Структуру Проповеди И сейчас И потом Наверное Скажем Желательно Чтобы Проповедь Имела Три Основных Раздела Три Основных Пункта Содержание Проповеди Состояло Из трех Из трех Разделов Первый Второй Третий И достаточно Для Такой Вот Для Емкой Проповеди Три Раздела Это Мы имеем Ввиду Мы Не включаем Сюда Вступление И заключение А в основной Части Желательно Наиболее Целесообразно Составлять Строить Проповедь Из трех Разделов Ну Может быть Четыре Три Или четыре От сил Тогда Проповедь Может быть Рассчитана На время Минут Двадцать Вот так Минут На двадцать Сейчас Вот развивается Мода На длинные Пастырские Проповеди В наших Церквах Тридцатиминутная Проповедь Сорокаминутная А некоторые Даже почти Час Засекаешь Время Пятьдесят Минут Пятьдесят 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 Утомительно Проповедь Может быть И содержательной По объему Материалу По насыщенности Но она Не запоминается После Такой Проповеди Такие Вот Отзывы Могут быть Хорошо Говорил Брат О чем Говорил Брат Никто Толком Не может Сказать Хорошо Хорошо Говорил О чем О чем Трудно Вспомнить О чем Конкретно Он говорил Не запоминается Или Слишком Длинное По времени Или Слишком Многотемное Не было Одной Главной Мысли Не было Одной Главной Темы Основной А сколько Нужно Для нормальной Проповеди Для нормальной Проповеди Ну я думаю Что Минут Двадцать Минут Двадцать Нормальной Проповеди Ну на западе Принято Там В основном Одна Пастырская Проповедь Минут Тридцать Сорок Но только Одна проповедь, одна единственная, 30-40 минут, пастор ее произносит. У нас практика, наша отечественная практика, основана на братском служении, не на пасторском служении, а на братском. У нас несколько проповедников участвуют в слове. И в этом есть свой плюс. Какой? То есть наша церковь, это уже как школа, как семинария, как колледж, как училище, где братья имеют возможность практиковаться, тренироваться, готовить себя как проповедников, как миссионеров, и потом выходить на поля на миссионерские. Если постоянно один и тот же проповедует, ну там двое-трое ему помогают минут по 10, по 10 перед началом произносят. Тогда уже церковь не есть, школа для подготовки миссионеров, проповедников. А вот эта наша практика, она очень эффективная. Проповедник должен изучать современность в меру силы возможностей для того, чтобы содержание проповеди было актуальным, насущным, необходимо знакомиться с современной жизнью. Чем живут люди, о чем они переживают, что их беспокоит, какие проблемы их волнуют. Билли Грейм иногда высказывал такую мысль, что я стараюсь регулярно смотреть мировые новости, чтобы чувствовать, что тревожит, что беспокоит планету в целом и людей, которые рядом со мной, далек от меня находятся. Это все может войти в содержание проповеди. Проповедь должна отвечать на такие вопросы. Эти вопросы каждый человек задает подсознательно, подспудно. Проповедник предлагает тему, слушатель подспудно вопрошает, почему я должен этому верить, почему я должен это принимать, воплощать в моей жизни, в повседневности. Что это значит для меня лично? Если мы вспомним проповеди апостолов, изложение Евангелия, там вот такой подход тоже прослеживается. Евангелисты дают ответ на вопрос. Евангелист Иоанн, например, заканчивает свое Евангелие, говорит, сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус Христос есть Сын Божий, и веруя, могли иметь жизнь во имя Его. Привел целый-целый ряд свидетельств о Христе, и потом обобщает и говорит, для чего это я все вам рассказывал? А чтобы вы уверовали и признали Христа Господом и Спасителем, вот для этого я выстраивал все мои аргументы, все свидетельства, приводил. Какие у вас есть дополнения, замечания по поводу содержания основной части проповеди? Может быть, вы что-то из личной практики, из личного опыта дополните к тому, о чем мы с вами говорили. Проповедь вытекает из текста. Это надо накрепко запомнить. Не уходить от текста, не уходить от темы, подобно тому, как всадник крепко держится в седле и движется по строго определенному маршруту. Если он то и дело из седла выскакивает, выбивается из седла, тема уже уходит, уплывает. И проповедник сам теряет главную мысль, и слушатели тоже в наибольшей степени начинают думать о своем. Проповедник как фон, а присутствующие на собрании о своих проблемах думают, помышляют, свои планы составляют про себя. Когда проповедник выскакивает из седла, съезжает с темы. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com Заключение проповеди. Требование к заключению. Мы с вами сказали, что заключение, так же как и вступление, примерно одинаково по объему. 10-15%. Кратким должно быть. В заключении призвано дать обобщение изложенного материала. Обобщить изложенный материал. Кратко. В краткой форме. Обобщить. Обобщить. Сделать выводы основные из изложенного. Обобщение. Выводы. И призыв по теме проповеди. Например, наша проповедь о любви христианской. В конце призыв. Будем любить, дорогие братья и сестры, не словом или языком, но делом и истинным. Призыв к тому, чтобы достигать любви. Учиться любви. Это самое главное в христианстве, это суть христианства. И это в то же время самое трудное, труднодостижимое. Научиться любить жену, мужа, детей, врагов. Как научиться любить? Любить. Это вообще уже высшая стадия совершенствования духовного. Высший уровень любви. Мы часто впадаем в такие отвлеченные рассуждения. Богословские, философские. А ведь люди-то больше всего страдают от чего? Страдают от того, что трудно наладить взаимоотношения с членами семьи. Трудно наладить взаимоотношения с коллегами, с партнерами, по работе. Как вести себя, как поступать. Вот главное это, что беспокоит всех. А особо такими отвлеченными предметами не все занимаются, не все размышляют. Это только узкий круг людей, которые постоянно пребывают в особо высоких материях. А большинство людей живут сиюминутными проблемами повседневными. Женщина думает, чем кормить детей, чем кормить мужа. Как там постирать, погладить одежду и так далее. Как заготовить картошки и другие продукты на зиму. Муж как деньги заработать. Да, да. Призыв. Евангельский в конце должен быть. Ну и как мы с вами уже говорили, если даже проповедь чисто назидательная, поучительная, то желательно, по примеру Сперджина, в конце все-таки делать обращение и к людям, ищущим Бога, к людям приближенным, к Богу. Такое правило было у Сперджина. О чем бы я ни говорил, на какую бы тему ни проповедовал, я всегда делаю призыв и грешникам тоже в конце, в конце моей проповеди. Такой методики придерживался и Ярл Пейсти, радиопроповедник. Время у него было очень ограничено, эфирное время. Иногда всего только минут семь. Иногда минут десять. И он за это время, такое кратчайшее, смог вот каким-то образом тему преподносить, тему раскрыть. И в конце сделать призыв к грешникам. А темы у него были разные. Но он всегда хотя бы два-три слова там, два-три предложения обращал к неспасенным людям, к необращенным грешникам. Не знаю, сейчас он проповедует на радио или нет, но сейчас мы его проповеди видим на страницах журнала «Девангелие за колючей проволокой». Маленький такой журнальчик. Мы обычно его берем с собой, когда идем посещать колонии, тюрьмы. Он очень удобный, компактный. И там обычно на первых страничках такие короткие проповеди ярлы пести. Призывные, в основном, но строго тематические. Это тоже хороший пример, хороший образец, как строить проповедь небольшую по объему, но тематическую. Заключение проповеди должно быть связано с ее началом. На это тоже следует обращать внимание. «Закруглить», как говорится, речь «закруглить». Закруглить каким образом? Связать концовку с началом. Заключение связать с вступлением. С тем, с чего мы начали. Если мы избрали, например, только один стих в основу проповеди, один стих, как исходный текст для проповеди, то можно его в конце еще раз озвучить. Когда мы делаем призыв к чему-то, мы еще раз вот этот стих произносим для закрепления, для лучшего запоминания. Конец связывается с началом. этот прием способствует тому, что проповедь начинает принимать такие целостные формы, как единый предмет осязаемый. Чувствуем конец, чувствуем начало и чувствуем весь объем. Это предмет, это готовые изделия. Не что-то такое бесформенное, там дом без крыши или стол без ножки и так далее. А изделия целостные, все есть и все на своем месте. Ну, иногда в заключении приводит какое-то стихотворение. Ну, может быть, один куплет из стихотворения в завершении. Это тоже неплохо. Когда в заключении в концовочке есть какие-то стихотворные строки, назидательные, конечно, из духовной поэзии. Например, куплет из стихотворения Мережковского о Боге. Везде я чувствую, везде тебя, Господь, и в отдаленнейшись везде, и в глубине моей души. Когда живу, пока живу, тобой душу тебе молюсь. Когда умру, с тобой сольюсь, как звезды с утренней зарей. Если тема у нас призывная о жизни, о смерти или о воскресении Христа, в конце можно стихотворение, похожее на данное, на стихотворение Мережковского. Перспектива человеческой жизни. Когда умру, с тобой сольюсь, как звезды с утренней зарей. Здесь и сравнения такие поэтичные, и в то же время мысль библейское, евангельское. Вот еще как вот, вот как я делаю, когда проповедуешь в основном, и уже в конце как обобщаюсь, как обобщаюсь, и вот если стоит там три пункта, четыре пункта, ну там гометические идеи, я смотрю, и повторить желательно каждый пункт надо поводить, о чем была проповедь, чтобы люди закрепили, чтобы люди поняли, о чем была проповедь. Да, это хорошая рекомендация. Потому что не только какое-то отдельное положение повторить, а по всем основным разделам пройтись. Да, обязательно. По первому, второму, третьему или четвертому. Чтобы было полновесное обобщение. И люди потом более запоминают. И запомнили. И они основную мысль поймут проповеди. И уже до них будет понятно проповедь. Да, это хорошая рекомендация. Хороший прием для заключения, для концовки. Обобщить по пунктам. Сделать выводы и призыв закончить призывом. . Продолжение следует... Продолжение следует...